Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Галина Васильевна Волынец. Это научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени Вильтищева. Я являюсь руководителем отдела гастроэнтерологии, главным научным сотрудником института, доктор медицинских наук. Сегодня у нас с вами речь пойдет о витамине D и влиянии его дефицита на состояние здоровья детей. Итак, витамин D в поддержании здоровья детей. Витамин D находится в двух формах. Это эргокальциферол, то есть витамин D2 и поликальциферол, то есть витамин D3. Отличаются они только строением боковой цепи и различия не влияют на обмен веществ. Обе формы витамина D функционируют как гормоны. Но между ними еще есть и разница. Эргокальциферол, это витамин D2, вырабатывается растениями, грибами, содержится в дрожжах, в хлебе, в организм поступает только с пищей. В отличие от холикальциферола, витамина D3, который не только поступает в организм с пищей, но и синтезируется в коже человека под действием ультрафиолетовых лучей. Кроме того, витамин D2 эргокальциферол, трансформация его в активные формы витамина D происходит более медленно, чем холикальциферола, витамина D3. Но надо сказать, что активный переход синтезированного в коже витамина D из эпидермиса в кровоток происходит только при интенсивной физической нагрузке. И витамин D становится биологически активным после того, как пройдет два этапа ферментативных преобразований в виде гидроксилирования. На первом этапе метаболизма витамин D связывается с витамин D, связывающим белком сыворотки крови, который взаимодействует с альбумином и транспортируется в печень, где под действием большого количества ферментов, преимущественно из семейства цитохромов. В купферовских клетках печени холикальциферол превращается в первый активный метаболит 25-гидрохоликальциферол или кальцидиол. Второй этап метаболизма витамина D в организме происходит в почках, где преобразуется он в биологически активный гормон кальцидиол или дегидрохоликальциферол. Именно он вместе с парадгормоном и тиреокальциданином обеспечивают фосфорно-кальциевый гомеостаз, процессы минерализации и роста костей. Вот, пожалуйста, метаболизм витамина D. Солнечные лучи, в которых большое количество ультрафиолетовых лучей попадают на кожу, где из ланамина, в принципе, кожи и синтезируется провитамин D3, затем он превращается уже в поликальциферол после того, как попадает сосудистое русло в печень, почка, в почки. Надо сказать, что очень большую роль в метаболизме витамина D влияют именно состояние печени и почек, потому что именно в этих органах и происходит основной метаболизм витамина D. И при тех или иных патологических процессах в этих органах, конечно же, метаболизм витамина D бывает нарушен и требует определенного рода коррекции со стороны врачей после тщательного анализа причин, которые к этому могли привести. Итак, источники витамина D. При условии, что организм получает достаточное количество ультрафиолетового излучения, потребность в витамине D компенсируется полностью. Однако количество витамина D, синтезируемого под действием ультрафиолетовых лучей, очень во многом зависит от таких факторов, как длина волны света. То есть не все световые волны влияют на образование провитамина D в коже. Это исходная пигментация кожи. Казалось бы, чем темнее кожа, тем должно быть больше витамина D. Однако нет. Установлено, что чем темнее кожа, тем меньше в ней вырабатывается провитамина D. Как пример можно привести жителей африканского континента. У детей Африки, казалось бы, все время находящихся под облучением ультрафиолетовых лучей, в ней, рахин и нарушение обмена витамина D встречаются очень часто. Влияет на выработку витамина D в коже и возраст. В стареющей коже его вырабатывается значительно меньше. И обязательно нужно иметь в виду загрязненность атмосферы. Ведь ультрафиолетовые лучи должны хорошо проникать к земле. А если загрязненность имеется, большое количество пыли или каких-то промышленных отходов, то, конечно, проникновение ультрафиолетовых лучей кожи человека бывает значительно замедленным. Вот здесь показаны источники витамина D. И посмотрите, среди них лидирующее значение. Имеет жир печени трески, жирная рыба типа семги, сардины содержит немало витамина D. Ну и смотрите, содержится он также в яйце конкретно, в желтке, в говядине или говяжьей печени, в сыр швейцарский, свинина, молоко. То есть это те продукты, которые человек должен получать, учитывая, что они содержат достаточное количество витамина D. Что же происходит дальше? Когда витамин D попал в организм человека с пищей, конечно же, происходит различное преобразование его в желудочно-кишечном тракте. Витамин D растворяется в воде при мицеллировании, то есть эмулькации, размылении жиров, в результате которой и образуется очень мелкодисперсная взвесь. Взвесь адсорбция витамина D наиболее полно происходит именно из раствора мицеллирования. Но здесь очень важный момент такой, что нормальное функционирование гепатобилиарной системы только и может обеспечить поступление в желудочно-кишечный тракт вот этих самых эмульгаторов, которыми являются желчные кислоты. Желчь на 70% состоит из желчных кислот и для того, чтобы витамин D хорошо метаболизировался в организме, необходимо достаточное поступление желчи и желчных кислот с нею в желудочно-кишечный тракт. Какие же могут быть последствия низкого статуса витамина D? Они могут быть костными проявлениями в виде рахита или остеомоляции и остеопороза, и они могут быть внекостными, когда имеется повышенный риск воспалительных, аутоиммунных или инфекционных заболеваний, имеется повышенный риск метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний, имеется повышенный риск психических заболеваний и когнитивных расстройств человека, то есть память, внимание, мышление и, конечно же, повышенный риск онкопатологии. Итак, рахит. Это высокие темпы роста и развития детей, особенно это касается недоношенных, и поэтому обмен веществ и обмен метаболизмом витамина D не успевает за растущим организмом. Ведь особенно на первом году жизни ребенок развивается физически значительно быстрее, чем в более старшем возрасте. Это могут быть дефицит кальция и фосфора в пище, который связан с дефектами питания. Это может быть нарушение всасывания кальция и фосфора в кишечнике. Это может быть повышенное выделение их с мочой или нарушение утилизации этих микроэлементов в кости, которая может быть обусловлена незрелостью и транспортных систем в раннем возрасте, или заболеваниями кишечника, или печени и почек, о которых мы только что проговорили. Фактором, который обуславливает развитие рахита, также могут быть нарушения физиологического соотношения остеотропных гормонов, которые связаны чаще всего со снижением продукции и парад гормона, и тиреокальцитонина. Чаще всего это бывают генетически обусловленные заболевания. Еще фактором может быть дефицит витамина D вследствие недостаточной Эльза или генного его поступления в организм. Ну и снижение двигательной активности пациента вследствие тех или иных ситуаций, вследствие заболеваний, и когда человек вынужденно долго не несет физической нагрузки. Остеопороз – это заболевание, которое характеризуется снижением костной массы и микроструктурной перестройкой костной ткани, которая приводит к повышенной ломкости костей и, как следствие этого, повышенному риску их переломов. Он может быть первичный или врожденный, его еще называют идиопатический ювенильный остеопороз, который возникает вследствие тех или иных наследственных нарушений соединительной ткани. И он может быть вторичным вследствие различных нейромышечных нарушений, хронических заболеваний, заболеваний эндокринной системы, врожденными нарушениями обмена веществ или врачебными вмешательствами. Например, необходимость назначения глюкокортикостероидов, которые влекут за собой как побочный эффект нарушения обмена фосфора и кальция. Какова же профилактика остеопороза? Она предусматривает потребление адекватного возраста количества кальция, витамина D, белка и других микро и макро нутриентов, которые необходимы для построения кости. При низком поступлении кальция в организм целесообразно назначать препараты кальция в сочетании с витамином D, ведь основная функция витамина D это усиление всасывания кальция в кишечнике. Необходимы ежедневные физические нагрузки, которые соответствуют состоянию возраста и здоровью ребенка. Важно соблюдение основных постулатов здорового образа жизни и привитие детям с юных лет стереотипов того поведения, которое обеспечивает их отказ от различных неблагополучных вредных привычек, которые влияют на метаболизм витамина D в данной ситуации, о которой мы сейчас и говорим. Какие же факторы обуславливают развитие остеопороза? Ну, конечно, на костный метаболизм прежде всего влияет и характер питания, особо следует отметить дефицит кальция и белка, и гипокинезия, то есть снижение двигательной активности. Наиболее специфическими для детского возраста факторами риска остеопороза являются рахит и недоношенность. Низкий статус витамина D ассоциируется с отрицательным кальциевым балансом, снижением минерализации костной ткани. Среди факторов риска развития остеопороза или остеопени у детей ведущее место занимает недостаточное потребление кальция и витамина D, поскольку оптимальное их поступление очень важно для формирования кости. Что же улучшает всасывание кальция в желудочно-кишечном тракте? Вот витамин D, о котором мы сейчас и ведем речь. Оптимальное содержание жиров должно быть в желудочно-кишечном тракте, оптимальное соотношение кальция и фосфора, ну и кислотность содержимого желудка. Вне костные проявления недостаточности витамина D сопровождаются нарушениями регуляции иммунной функции организма, потому что витамин D влияет на врожденный иммунитет, потому что все иммуноцитные клетки содержат на себе рецепторы к витамину D, и недостаток витамина D делает их невосприимчивыми к необходимости производить ответную иммунную реакцию. Это и клетки Т-лимфоциты, и Б-лимфоциты, это нитрофилы, это другие антигенопрезентирующие клетки, в том числе макрофаги и дендритные клетки. Макрофаги представляют собой главный тип клеток системы мононуклеарных фагоцитов, которые являются носителями тех рецепторов для витамина D, и которые к ним высоко чувствительны. И для эффективного обезбреживания возбудителей посредством механизмов врожденного иммунитета в начальной фазе инфекционного процесса необходима оптимальная концентрация витамина D. Но влияет витамин D не только на ранние стадии инфекционного процесса, но и на поздние стадии инфекции. Витамина D тоже очень важен, потому что его действие заключается в ограничении регуляции интенсивности иммунологических реакций. Он оказывает противовоспалительный эффект, который характеризуется снижением выработки макрофагами промвоспалительных цитокинов на фоне увеличения продукции противовоспалительных цитокинов. Очень важный, но не единственный механизм влияния активных метаболитов витамина D в виде воздействия на макрофаги, он влияет также на клетки и другие иммунные системы. Его концентрация также важна и для других антиген, представляющих клеток, одним из наиболее важных звеньев в механизме иммунного ответа которого и регуляции гомеостаза иммунной системы представляют собой дендритные клетки, которые способны проймировать наивные Т-лимфоциты, вовлекая их в процесс первичного иммунного ответа. Дендритные клетки, как и макрофаги, экспрессируют на своей поверхности фермент семейства цитокромов, что позволяет им генерировать высокую локальную концентрацию кальцитриола, которая необходима для модуляции иммунного ответа. В присутствии витамина D дендритные клетки способны оставаться в незрелом состоянии, что характеризуется снижением выработки провоспалительных факторов и тем самым снижая последующую активацию Т-лимфоцитов-хелперов, которые играют важную роль в патогенезе аутоиммунных заболеваний. Очень важна роль витамина D в механизмах адаптивного иммунного ответа, потому что витамин D снижает пролиферацию B-клеток и индуцирует их апоптос. А именно B-лимфоциты продуцируют антитела, которые также способны презентовать антиген и секретировать цитокины. Кроме того, именно B-лимфоцитам принадлежит основная роль в продукции аутоантител, и в их избыточном формировании может возникать тот или иной аутоиммунный процесс. Воздействие на макрофаги тоже очень важный. Простите, это у нас что-то здесь уже не туда я нажала, наверное, да? Итак, роль витамина D в противоинфекционной защите, помимо прямого модулирующего действия витамина D на различные клетки иммунной системы, он влияет на продукцию антимикробных пептидов. Кроме того, у детей с недостаточностью витамина D повышен риск развития аллергии на арахис или яйцо, а дефицит витамина D повышает риск сенсибилизации к пищевым аллергенам, в частности к молоку и пшенице. И, как я уже сказала, очень важна роль дефицита витамина D в патогенезе аутоиммунных заболеваний, в том числе, поскольку мы являемся гастроэнтерологами и таких заболеваний желудочно-кишечного тракта, как воспалительные заболевания кишечника, к которым прежде всего относится язвенный колит, болезнь крона. Именно витамин D влияет на гомеостаз слизистой оболочки толстой кишки, сохраняя целостность эпителиального барьера и заживляющую способность эпителия. Витамин D поддерживает целостность эпителиального барьера путем увеличения экспрессии белков, которые отвечают за плотное соединение эпителиальных клеток. Поэтому дефицит витамина D приводит к повышенной восприимчивости слизистой оболочки, к повреждению и значительно увеличивает риск развития воспалительных заболеваний кишечника. Конечно же важно влияние витамина D и на патогенез других заболеваний. В том числе он оказывает противоопухолевый эффект, он оказывает влияние на формирование различных эндокринных заболеваний. Ведь именно витамин D регулирует метаболизм глюкозы и жиров. И его дефицит ассоциирован и с ожирением, и с неблагоприятным влиянием на секрецию инсулина, резистентностью к инсулину, с глюкозотолерантностью и повышенным риском формирования сахарного диабета второго типа. Витамин D активно экспрессируется, ведь в том числе в кардиомелоцитах и эпителиальных и гладкомышечных клетках сосудов. Его дефицит ассоциируется с гипертрофией желудочков сердца, эндотелиальной дисфункцией, повышенной жесткостью артерий и активацией ренин-ангиотензиновой системы. Нефротический синдром, развивающийся при многих заболеваниях почек, приводит к нарушению метаболизма витамина D. Повышенная проницаемость стенок гламеру, да и белков, приводит к потере с мочой транспортной формы витамина D, кальцидиола. Итак, витамин D. Зачем же он нужен организму? Он обеспечивает нормальный рост и развитие костей. Он предупреждает развитие рахита и остеопороза путем регуляции минерального обмена. Он способствует мышечному тонусу. Он повышает иммунитет. Он необходим для функционирования эндокринных желез и системы свертывания крови. Он помогает организму восстанавливать защитные оболочки, прежде всего окружающие нервы. Он участвует в регуляции артериального давления и функции сердечно-сосудистой системы. И он препятствует развитию раковых клеток в организме. Вот в схеме изображено эффекты витамина D. Поддержание гомеостаза, минерализация костей, влияние на сердечно-сосудистую систему, иммунотропные действия, нейропротекторные действия, снижение риска аутоиммунных заболеваний и регуляции роста и дефиленцировки различных клеток в организме. Какие же физиологические системы и процессы регулируются активной формой витамина D? Ну вот, например, гомеостаз кальция. При недостатке витамина D происходит нарушение всасывания кальция в кишечнике и нарушается ремоделирование костей скелета, что сопровождается развитием ракита, остеомоляции, остеопороза. Всех клетки организма подвержены клеточному циклу. Так вот, витамин D влияет на регуляцию клеточного цикла и при ее нарушении повышается риск формирования различных онкологических заболеваний. Влияние на иммунную систему, поскольку витамин D стимулирует функции макрофагов и стимулирует синтез антимикробных белков, при его недостатке повышается частота инфекционных заболеваний, в том числе достаточно тяжелых, таких как туберкулез, или частота возникновения аутоиммунных заболеваний, в частности сахарного диабета, но уже первого типа, рассеянного склероза, псориаза, язвенного колита или болезни крона. Ну, сердечно-сосудистая система, конечно же, очень важен витамин D в регуляции ренин-ангиотензиновой системы, в регуляции свертывания крови, он влияет на фибринолиз и на функционирование мышц и сердца, и при его недостатке возникает высоко рениновая, то есть почечная гипертония, повышенный тромбогенез, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта. Очень важен витамин D в развитии скелетной мускулатуры, и при его недостатке бывает повышена частота меопатии. Наличие рецептора витамина D в тканях мозга человека при недостатке витамина D, особенно во период внутриутробного развития, приводят к нарушениям поведенческих реакций, будучи уже во взрослых, у взрослых детей и людей, в принципе, у взрослых и пожилых людей повышается риск болезни Паркинсона и умственной деградации при дефиците витамина D. Какие же заболевания провоцируют недостаток витамина D? Посмотрите, если имеется выраженный дефицит витамина D, то есть менее 10 нанограмм на миллилитр, бывает очень высокий риск развития рахита, остеомаляции, вторичного гиперпаратириоза, меопатии, который, и все это может сопровождаться переломами костей при падении. На 20% сразу этот показатель повышается мышечная слабость, нарушается равновесие и так далее. При дефиците витамина D, содержащемся в крови менее 20 нанограмм на миллилитр, имеется также повышенный риск потери костной ткани, вторичный гиперпаратириоз, переломы костей при падении. Недостаточность витамина D в небольшом количестве в пределах от 20 до 30 нанограмм на миллилитр в сыворотке крови сопровождается низким риском потери костной ткани, и вторичного гиперпаратириоза переломами костей при падении. Нормальный уровень витамина D это от 30 до 75 нанограмм на миллилитре. Вот здесь мы имеем самое оптимальное подавление паратироидного гормона и потери костной ткани. Снижается количество переломов более чем на 20% и достигается максимальное усвоение кальция. Когда же могут быть возможны проявления токсичности витамина D, когда его уровень превышает 150 нанограмм на миллилитр в сыворотке крови? Вот эти состояния уже могут сопровождаться гиперкальциемией, гиперкальциурией, нефрокальцинозом и кальцифилоксией. Вот проведенное исследование на подростках с возраста 13 лет показало, что если витамин D принимать ежедневно в течение года в небольшой дозе, то есть 200 международных единиц в сутки, то уровень его в сыворотке крови соответствует состоянию дефицита витамина D. Если же подростки принимают витамин D в дозе 2000 международных единиц в сутки в течение года, вот тогда у них уровень витамина D в сыворотке крови бывает нормальным и соответствует референсным значениям. Итак, основные положения, касающиеся метаболизма витамина D и его влияния на состояние здоровья детей. Профилактику дефицита витамина D следует проводить холикальциферолом, то есть витамином D3. Детям в возрасте от 1 до 6 месяцев, вне зависимости от вида вскармливания, назначается 1000 международных единиц в сутки. Детям от 6 до 12 месяцев, опять же вне зависимости от вида вскармливания, также назначается 1000 международных единиц в сутки. Детям от 1 года до 3 лет назначается 1500 международных единиц в сутки. Детям от 3 до 18 лет назначается 1000 международных единиц в сутки. В ряде случаев детям от 11 до 18 лет, это период пубертатный, это период полового созревания, период достаточно бурного роста, назначается от 1 до 2000 международных единиц в сутки, в зависимости от массы тела. Для детей европейского севера, хотя в принципе ведь мы все живем не в южной стране, детям от 1 до 6 месячного возраста назначается 1000 международных единиц в сутки. От 6 до 12 месячного возраста назначается 1500 международных единиц в сутки. Детям от 1 года до 3 лет назначается 1500 международных единиц в сутки, как и старше 3 лет. Это касается, подчеркну, профилактики витамина, дефицита витамина Д. Прием витамина Д-3 в виде холикальциферола в профилактической дозировке рекомендовано проводить постоянно, включая в том числе летние месяцы. Без медицинского наблюдения не рекомендуется назначение доз витамина Д, превышающих 4000 международных единиц в сутки на длительный период времени детям в возрасте до 7 лет. С целью антинатальной профилактики дефицита витамина Д всем женщинам назначается 2000 международных единиц в сутки в течение всей беременности, вне зависимости от срока гестации. Это касалось проблем профилактики дефицита витамина Д. Что касается лечения. Начинать лечение витамином Д-3 необходимо после определения исходной его концентрации и далее с дифференцированным назначением дозы. Дополнительные рекомендации такие. Повышение уровня витамина Д в сыворотке крови до 80-100 нанограмм на миллилитр не означает проявление гипервитаминоза, однако требует коррекции дозы холикальциферола витамина Д-3. Контроль за возможной передозировкой холикальциферола следует проводить по уровню кальция в суточной моче, которая не должна превышать 2 мг на килограмм веса в сутки. Реакция Сулковича на сегодня не имеет диагностической ценности, поэтому ее использование в практике уже не рекомендуется. Назначение витамина Д не противопоказано детям с маленькими размерами большого родничка. Всем детям рекомендуется адекватное по возрасту потребление кальция с пищей без добавления его извне. Какова же схема профилактики и коррекции недостаточности витамина Д у детей раннего возраста? Если исходный уровень сыворотки крови витамина Д менее 10 нг на мл, назначается 4000 международных единиц в день на месяц с последующим определением его уровня сыворотки крови контрольным. Если исходный уровень витамина Д находится в диапазоне от 10 до 20 нг на мл, то назначается на месяц 3000 международных единиц в день, также с последующим контрольным определением его уровня сыворотки крови. Если исходный уровень витамина Д, если исходный уровень витамина Д находится в диапазоне от 20 до 30 нг на мл, назначается 2000 международных единиц в день на месяц, также с последующим определением контрольным его уровня сыворотки крови. Если исходный уровень витамина Д более 30 нг на мл на месяц, назначается 1000 международных единиц в день, то есть по сути это уже профилактическая доза. Контроль за возможной передозировкой крови кальциферола следует проводить, как я уже сказала немножко ранее, по уровню кальция в суточной моче, который не должен превышать 2 мг на кг в сутки. Благодарю за внимание. Желаем всем быть здоровыми и счастливыми.